Плагин портфолио в Elementor Pro. Меня зовут Федор Васильев и давайте в этом видео посмотрим, что за портфолио такое. Плагин портфолио у нас располагается в ветке Pro, то есть это относится к платной версии Elementor Pro. Перетаскиваю портфолио плагин на холст и давайте посмотрим, что это такое. Портфолио это отображение на странице ваших готовых записей или статей. То есть сейчас у меня сразу же отображаются все статьи, которые на данный момент у меня есть на WordPress. То есть эти вот фотографии, которые вы сейчас видите, это постеры к статьям или к записям. И если где-то нужно на лендинге вывести или на какой-то любой странице вот такими боксами ваши статьи и как-то настроить визуально, давайте посмотрим, что может этот плагин портфолио. Во-первых, первое. Колонки. Изначально три. Можно в две. Сразу вы видите изменения. Можно в одну. Ну, оставлю в три. Записи на странице. Шесть штук. Но у меня столько статей даже нет. Например, я сделаю три. И вот они три выводятся. Размер изображения. Изначально 300 на 300. Можно поиграться, посмотреть. Вот я большего размера взял и картинки стали четче, потому что у меня все эти фотографии HD-разрешение. Это 1280 на 720. Поэтому я могу себе позволить более большего размера. Или можно выбрать вообще полный размер. Тогда качество изображения будет еще выше. Дальше. Кирпичная кладка. Некое изменение. У нас как бы картинка полностью вмещается, так сказать, в каркас. Здесь, если посмотреть, у нас буквы обрезаются на фотографиях, а вот так оно вмещается. Показать заголовок. Да, нет. Это то, что при наведении. Смотрите, я навожу мышь. У нас есть на данный момент зеленая заливка, но нету заголовка. Если этот ползунок мы включаем в положение «Да», тогда здесь идут заголовки именно вот этих вот записей. И этот заголовок в h3-тег. Дальше. Запрос. Здесь у нас идет, откуда информация поступает. Изначально записи нашей статьи. Здесь можно выбрать отображение страниц. Место записи. Страниц у меня нет. Выбрать вручную. Найдите и выберите. То есть можно просто вот здесь начинать писать название записи. И вот я написал Elementor, то есть статьи мои. Выбираю, и она тут появляется. Это если нужно вручную отобразить конкретные статьи вот в нашем портфолио. Также можно назначить сортировка. Как отображать по дате создания записей, по заголовку, по порядку, случайно. Порядок убывания, возрастания. Также здесь есть варианты еще «Текущий запрос» и «Похожие». При выборе «Похожие» можно включить или исключить. При включении здесь, например, я выбираю этот момент под термину и выводится. Ну, здесь получается более такой серьезный инструмент сортировки, выбора, отображения ваших записей в данном портфолио. Я думаю, вам будет более чем достаточно вот этих вот записей. Далее. Панель фильтра. Это у нас, вот здесь выбираем, например, рубрики. Появляются такие рубрики наверху в виде кнопок. То есть у меня в рубрике Joomla свои записи, в рубрике WordPress свои. Вот вы видите, я переключаю даже здесь в режиме редактирования. Есть кнопка «Все», «Показать все» или «Отобразить только по Joomla» или только по WordPress. То есть человек сам сможет на сайте вот так вот смотреть, кликать по этим, так сказать, кнопкам. И можно еще вывести метки, но метки я не выводил к записям, поэтому здесь у меня этого не появляется. Также здесь с мобильностью все в порядке. На планшете перестраиваются колонки. Ничто никуда не улазит. На телефоне также смотрится все автоматически нормально, абсолютно. То есть все это адаптивно. Дальше стили. Размер колонки. То есть это вот расстояние. Вот видите, между, да, если нужно задать. Также это соблюдается именно здесь. То есть разрыв. Вот разрыв здесь. Можно одинаково задать между всеми, да, колонками. Это видно хорошо на мобильной версии сайта. Можно этим боксом задать скругленные углы. Например, вот по 50 пикселей с каждой стороны. Видите, если нужно, можно реализовать. Перекрытие элемента у нас при наведении перекрывает зеленым цветом. Цвет фона можно выбрать здесь. Вот перекрывает оранжевым теперь. Цвет самого заголовка. Вот черным я сделал. И типография для заголовков, шрифт или какие другие настройки можно настроить здесь. Причем здесь можно сделать прозрачность, чтобы за заливкой было видно сам постер. То есть вот нормально так видно. Ну, цвета надо поиграться с цветами. Возможно, черный заголовок здесь не подойдет. Расширенные настройки, которые я уже не обозреваю, потому что они идентичные настройки, которые мы уже, в принципе, рассматривали. Эти настройки присутствуют абсолютно в каждом плагине. Где-то нужно здесь что-то использовать, где-то вы не будете касаться вообще. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая плагин, вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok